Добрый день, дорогие друзья! И сегодня мы изучаем главу дворим и подходим к очень важному моменту. Ох, царь Башана! То есть мы уже подошли, получается, к пятому царю был. Царь у нас Исава, Моава, Амона, теперь эмарейский царь Сихон и у нас есть эмарейский царь Ох. Самое интересное, что Маше говорит, я боюсь его. Чего он боится? Сихона, его брата одноутробного, он не боится Маше. И невероятная армия у Сихона. И Маше идет, воюет, забирает, побеждает, все высшее дело чудеса, останавливает солнце. Теперь Ох, царь Башана, чего ему бояться? Уже, казалось бы, все высшее все отдает без единой потери. Но он не простой человек. У него есть очень большие заслуги. Кто он? Медраж пишет, что это никто иной, как известный раб Аврама или Эзер из Дамаска. Когда царь Немрот, это сын Куша, из потомков Хама, внук Хама, то есть это сын Анаха, Он сказал, что он Бог. Хорошо. Потому что у него была одежда, которую нах. Взял с собой в ковчег, это была одежда Адама. Животные не боялись того, кто одевал эту одежду. И она досталась по наследству Немроду. Немроду. Немрод одевал эту одежду, говорил, что он Бог. К нему выходили звери из леса, его не боялись. Это было чудо невероятное. И люди ему верили, что он Бог. Дело дошло от того, что призвал Немрод Аврама и говорит, вот, ты должен подтвердить, что я Бог. Аврам говорит, пожалуйста, я подтвержу. Пусть завтра солнце взойдет не на востоке, а на западе. И Немрод понял, что надо Аврама убить. Он приказал раскалить печь. И бросил туда Аврама. Но Всевышний спас Аврама. Он сделал так, что он ходил в приятной погоде. До слуга Аврама Дельтова не хватало. Он взял из будущих заслуг его детей Ицхака, его внука Якова. И так Аврам вышел невредимым из печи. Так он осветил имя Всевышнего. У Аврама был брат родной. Звали его Гаран. Он подумал, ну раз Аврам не погиб в печи, то я тоже сейчас брошу эту печь и выйду живой. И он тут же сгорел. Потому что у них цели были разные. Цель Аврама было осветить имя Всевышнего. Немрод понял, что прослось что-то невероятное. И он подарил ему раба. Великана Ильезера. Этот Ильезер стал в последствии Огом царем Башана. Мы видим, что, казалось, он совершает хорошие поступки. Когда вавилонские цари, четыре царя напали на Сдом и Амору, по дороге они победили шесть царей. И первым, кого они победили, уничтожили они Рефаим, ваш ты род, Карнаими. Так, в книге Дворим мы читали, только Ох уцелел из всех Рефаим. Он остался вжив, всех остальных дал на меры цари, что с ним убили. Вот такой человек, Аврама, раб. Он выполняет его поручения. Он идет за Римкой, мы знаем. Идет в Падан Арам, братья Цхаку, невесту. Но у него цель все по-другому. Он хочет забрать себе сару жену Аврагама, пишет Медраж. То есть, когда он пришел и сообщил Авраму, что его племянник Лот пленен, что его пленили эти цари, то цель у него была вовлечь Аврама в этот конфликт с царями, чтобы его убили, и себе забрать цару. Всевышний ему сказал за это, что злодеятель попадешь в руки потомкам Аврама, что такое хотел сотворить. Потом пишет Медраж, что Аврам пригласил Ога на торжество по случаю обрезания Ицхака. И другие гости спросили Ога, разве ты не насмехался над Аврамом и сарой, сравниваясь с бесплодными деревьями, источником, убить его одним пальцем? Он сказал, что он увидел Ицхака и сказал, что он мог бы убить его одним пальцем этого Ицхака, который родился в Авраме. И он всем говорил, что у них никогда не будет детей. То есть, как пустой источник. Такое он говорил. Тогда Всевышний решил наказать его поражением в битве с потомками Ицхака. Потом третий раз Медраж говорит, что Яков встретил Ога при дворе фараона, другом которого тот был. Фараон представил Якова, это внука Аврагама, который, как ты утверждал, никогда не произведет потомство. И пишется, что в гневе Ох, взлазил Яков и его потомков. Тогда Явнов подтвердил, однажды они победят тебя. Вот так. Вот такой человек, казалось бы, он был праведником, пока живу Аврагам, хотя бы делал вид, что он праведник. Но потом он ушел от этой праведности и стал злодеем. Если Всевышний нам писал, что неполнающий вернулся в Амарея, когда Аврагам развалился со Всевышним, когда ему было 70 лет, они были слотом в разведке, то теперь его вина уже наполнилась. И теперь он виноват. И здесь, когда мы к нему подошли, то он взял скалу и над нами ее. И эта скала подвесла над нами. И, конечно, было страшно. Но Всевышний сделал ее, как пробитый муравьями муравейник. И она рассыпалась, эта скала. И пишется, что у Маше был меч огромный, и он его поразил. Так и стало Оха царя Башана. Мы без длинной потери захватили его. Всех его воинов мы уничтожили, всех людей убили. И забрали себе этих животных, и имущество его забрали. Интересно, что написано в голове дворим, что у него мебель была вся железная. Потому что деревянная мебель не выдерживала. Такой был огромный. И написано, вот его кровать, которая в рабадмной амоне, железная колыбель, 9 локтей в длину, и 4 локтя в ширину. И пишется дальше, по локтю этого человека. То есть не просто по локтю. Тогда если по локтю, мы можем умножить средний локоть того времени у обычного человека. И получилось бы и так большой человек. Получается, если мы знаем, что Гольят, который воевал против Давида, вот у него было 6 локтей в высоту, то около 3 метров, то тоже 9 локтей, то еще он выше был. Но Медраж Мишно был огромный. Он был намного больше. Он огромного роста был. Вот. И поэтому по локтю этого человека надо понимать, что локоть меняется в зависимости от того народа, который имеет определенную высоту. Вот так вот. Локоть этого человека совсем не такой, как локоть обычного человека. То есть может в средний рост у Ефаи был гораздо выше. То, что Всевышний говорит. Вот так. Потому что Всевышний пишет, что он не был высотой, как кедры. Когда он пишет. О Амеликанах Всевышний. В общем, он был у нас последним, кого победили перед тем, как разгромить уже дальше Моав. Не только, нет, но и Медьян разгромили, который был союзником Моава. Это мы читаем на последнем стоянке в Шитиме. Мы это разбирали. Может завтра еще немножко этого коснемся тоже. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, Павел бен Ефим, Хайям Малко бот Йосиф, Мир бот Аврагам, Роза бот Михаэль, Самилил бен Герш, Памятьюри бен Харитон, Мендель бен Мендель, Надежда бот Йосиф, Здоровья Светлана бот Клара, Шимон бен Ицхак, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Полина Перв бот Соня Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бот Ита, Фира бот Анна, Геннадий бен Елена, Леор бен Клара, Вадим бен Татьяна, Юлия бот Белла, Мазл Парнаса Сгула, Ирина бот Ури, Арон Ария бен Ури, Захарошенуха, Арон Ария бен Двойра, Денис бен Нахум, Амигал бот Сара, Парнаса и Бриют, Владимир Бен Рая, Марина Батрая, Борис Бен Мария, Всего хорошего, Олегу Марченко, Кому нужно попросить за здоровье, за другие вещи хорошие, говорите, пишите имя, имя будем упоминать после каждого изучения Торы, говорят, помогает, многие люди благодарят за это, это работа как-то Всевышний спасает человека, потому что мы читаем Тору, и это засчитывается, все, всем просха, проса, Кавана, мазал то, что мы это время не грешили, читали Тору, всем все самого наилучшего, до следующих встреч, надеюсь, нас состоится завтра в 10.40, шалом.